И в неоле у каждого слова есть один синоним. Это чтобы не было просто redundancy. В русском языке redundancy это повторение, как бы... Павтология. Павтология, да. Чтобы мы могли сказать, например, мы много зверей знаем из санскрита, правильно? Каких зверей мы знаем? Акела. Балу. Кто того Акела? Что? Волк. Волк. На санскрите это просто тупо волк. Балу. Это реальные названия звука на санскрите? Вот тут клянусь вам. Флеминг тупо. Взял название из санскрита. Шерхан это тигр, конечно. И ха. Это только ха мы не берем, потому что у нас даже другой для них. А кабаки? Кабаки. Какой-то зваленький такой? Нет. Самый любимый персонаж. Его можно, но он у меня в поэтической неоле. А все-таки вроде же он джекал. Потому что он на всех языках как есть шакал. По-французски он тупо шакал вообще. И отсюда мы еще, ну, бандерлок слишком смешной у нас. У нас де Санж, вы знаете все фамилии де Санж, да? Что он означает на французском? Обезьяна. Санж. Каких чувствей хотите привести? Элефант очень красивый, да? Все знают элефант? Ну, самое красивое слово. Вообще, зверь на неоле это зо. Как зоопарк, только зо. И чудесным образом, если в неоле слово уа это воздух, то как будет птица? Воздушный зверь? Уазон. Чудесным способом совпадает с французской птицей, да? Это индейцы. Уазон. Давайте проверим, что такие слова. Я так считаю, что есть словарик. Вы проверяете? Если там индейка, то да. Если нет, то она остается птицей. А вообще умная, там есть. Нет, нет, просто индейка там не пахнет. Уазон это птица, тупо. Я не стою. Пуа это пруд. Как рыба будет? Уазон. Пуа-зо и почти совпадает с французской пла-сун, да? Да. Почти поездно. Почти поездно. И совпадает с ядом. Да, поездно, да. Пуа-зо. Ну, давайте сейчас пока по этому. Вот. Пу-а-зо. Вот так пишется. Чтобы мы понимали, что это два слова сложных в одном. Кстати, ну, мы любим зверей, да? Давайте все-таки к людям, потому что Адам и Евы. Я сейчас слушаю по-английски блестяще. Или я никогда не любил Марка Твена. И вдруг я слушаю дневники Адама и Евы. Да что, так можно было вообще? Никто не читал? Это блестяще просто. Они рождаются. И они ничего не знают. Они начинают все называть. Женщина, конечно, берет все на себя. Это дело она все называет. А тот ходит недовольнее. Яблоки пошли, что-то вот. Это блестяще. У нас есть фильм, короткометражка. Там снялись шикарные, по-моему, очень похожие. У психотерапевта как раз вот Адама и Евы. И Адама играет этот, господи, актер. Он играл демон, ой, священник и демон, что ли, он играл там. Не видел, я, честно говоря. Хороший, очень хороший. Так вот, давайте начнем с Адама и Евы. А как же будет яблоко? А скажите. Ну, конечно, самая барабанная это пом. Яблоко будет пом. Хотя, конечно, все знают другое слово для яблока. Но оно слишком... Ну, это не по-невольски вообще случится. Значит, есть слово. Из русского одно слово яблоко взял ум. Как ум. Да. Значит, цефала... Что? Мозг. Цефала. Мозг. Голова. Мозг. Тогда мозг получается. Правильно? Цефала. Цефала. Гуцефал у Александра Великого. Что означало? Конь? Конь. Конь. Мы не знаем вещи, а мы не знаем, что не знаете. Когда узнаешь, иногда удивляешься вообще. Диву даешься. Так. Ум и Ом. А кто догадается, что Ом? Это матрица. Матка. И теперь Ума. Это кто? Мужчина. Мужчина, человек. А Ома? Женщина. Скажем так, это мужчина, а... Хума, это человек, скажем так. Все добавляется, отнимается очень просто. Например, у меня есть друг, певец Джанго. Он мне как-то давно сказал, что это на цыганском языке друг. Давайте напишем и поиздеваемся над ним. Джанго. У меня друг, это Джанго. Джанго, подруга, естественно. Все вертикальное, это мужчина, все ближе к горизонтали, это женщина. Так даже считать, что машина, она горизонтальная, а столб, он вертикальный. Теперь, если мы берем букву D и напишем эту с большой, Джанго получится. Это не просто друг, а это мой бойфренд. Джанго, который жарится, будет потом. Жанго, соответственно, невеста. Если мы берем и просто Жанг напишем, по-французски это человек вообще, Джанго. А у нас это муж. Как в украинском языке, если знаете, человек, кто это? Муж. А в человеках? Женка. Как? Женка. 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 Людына. 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 Вот. Поэтому так у нас Жанн это муж, а Жанна это жена. Оно же имя Жанна. Возникнет справедливый вопрос. А как же отличить, я говорю, о Жане имени или о Жене чьей? И вот здесь у нас небольшая система артиклей включается. А сколько? Артикли у нас всегда полезны. Их мест. Если я хочу сказать Жанна, то просто я пишу Жанна. Жанна. А если я хочу сказать, что это человек по имени Жанна, то я ставлю артикль L. L Жанна. L это локация, личность, лицо. Если Моска, это по-итальянски, и в моем языке это Москва и Муха, то Муху мы напишем просто Моска, а Москва L Моска. Л Моска. Понятно? Ага. У нас, естественно, возникает сразу деятель, дочка, сын. Давайте. Я просто пишу, а вы переводите, ладно? Филиат. Что? Сын. Дочь. Дочь. Филиат это начальная организация. Фия. Девочка. Девочка. Да. Сын у нас, я обожаю буквы Z и G, они такие звучащие. И когда, сын это Зон, для мнемоники назовите самое известное имя в литературе, где есть Зон. Робин Зон. На том языке это сын Робина. Зон, Сан. Что? Сан, Зон, Сан, сын. Сан, в английском. Сан, ну, мы, да, мы, проходите, спасибо. Не стесняйтесь. Мы, для чего, мы не хотим английский, потому что он и так оскоминно набил, честно говоря, я его знаю лучше, чем и хотел бы, по большому счету. Зон звучит лучше, например, мы говорили про незнакомое французом слово шансонье, да, а только в русском языке существует. Ну, мне кажется, что круче намного это Зинга. Что такое Зинга? Ой, неужели певец? Еще раз. Зинга. У всех была машинка Зинга? Что значит на немецком? Певец. 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 Зинга. Синга. Ну, Синга, мне Z нравится, простите, пожалуйста. Немецкое «блюк», мне нравится счастье. Блюк? Блюк. Да, хорошо. А у вас есть слово «жох»? Что сейчас? «Жох». Есть слово. «Жох»? Да. Я боюсь, что оно ближайших 50 лет нам не понадобится. Да ладно. Я сейчас не до конца понимаю, в каком смысле его по-русски говорить. Так. Сейчас, давайте дальше. А у нас еще есть синонимы, конечно. «Ирма». Это португанское что? «Ирмау». И «ирмау». Кому что легче запомнить? Это дочка и сын. Вот. «Ирма». «Ирмау». Теперь, как мы сделаем из существительного прилагательного? Да, еще несколько фактов скажу, смешных и интересных. «Ирмау». Что? Заканчиваем? «Потихоньку, потихоньку. Потихоньку. Пиши, как получится. «Ирмау». «Ирмау». На самом деле, я хочу сказать, что я, скорее всего, вот этим летом, один раз в неделю, соберу просто небольшой кружок и мы будем его развивать, потому что мне нужен небольшой народ, чтобы обтисать этот язык. Так что, если кому-то интересно, подойдите после лекции и мы договоримся, может, в выходной на часик будем встречаться и решим. Смотрите, если у нас, например, река, кто помнит, как? «Риа». «Риа». «Риа» – это река. «Риа», то мы последнюю букву заменяем на «У». И получается «Риу» – речной. А если мы хотим сказать «речной кораблик», то мы берем и с маленькой буквы пишем «Риу». И через «дефис», «дефис» используется только, чтобы показать, что это прилагательное или обстоятельство. «Риу» – «Вато». Из французского мы берем прекрасные слова «Бато», «Куто», «Тумбо», «Тамбо». «Тумбо» – это могила «Тамбо падать» и прочее, прочее, прочее. Посмотрите, как они звучат. «Тамбо», «Тумбо». И половина слов, получается, заканчивается на «У» и «Петь» их очень красиво. Так, давайте еще что-нибудь скажу. Прочитаю вам одно или два ой-ку. Так, давайте просто какие-то вещи. Кто знает, что такое «те» на японском языке? «Те» на японском языке. «Те». Как по-японски «пустая рука»? «Карате». А как коротко их называют наш оркестр? «Оке». Пустой оркестр – как? «Караоке». Удивительным способом, если мы говорим «вон», «добрый», «те», то у нас получается французское «доброта», «добрая рука». «А, дающие. Щедрые». Из латыни мы знаем, как «ухо», «горло», «нос». «Отто» – это что? «От». «Отто» – это что? «Ухо». Рина. Риносерос. А причем есть горло-то? Нос. Рина это нос. А горло? Ларинго. Ларинго. Beautiful. Вы, наверное, начали подключаться. Есть тоже боевые искусства, знаете, кудо. До это всегда путь, но это нам не важно. Просто там пацаны пинаются много. Помните, да? Ку. И этот ку чудесным способом совпадает с французским пинком. Ку. Это ударить. Эй лэн кутум. Эй лэн кутум. Я тебя пну. Кудета, по-французски, это переворот. Это пинок штата. Я говорил, что моло. Просто одно из самых моих любимых слов в молу. Или английское тоже ор-молу. Это позолота. Дословно перемолотая золота. Молу, молотая ор-золота. Мола у меня порошок. И, конечно, ор-молу. Это будет позолоченный. Как мы знаем, что, например... Я что-то думал, что у нас путь сап все прошло. Что? Вы тоже так подумали. Смотрите, лечь это леа. Можно куда-нибудь в другое помещение перебраться? Вы спросите... Если хотите. Как хотите. Я не понял, но я думал, что у нас все получится, и что-то разошлось, да? Давайте дальше. Давай тогда перейдем. Продолжение следует...